Здравствуйте! Поговорим с вами о коллекциях VBA. Коллекции это такие же объекты, но работают они как контейнеры. Давайте для примера создадим вот здесь вот одну переменную и типа employer. Сразу проинициализируем ее через оператор new. Дальше создадим коллекцию, collection as, также проинициализируем сразу, collection. Коллекция имеет 4 основных метода. Add это метод, который добавляет объект внутрь коллекции. Count получает количество этих объектов. Item это метод, к которому можно обратиться. И remove это метод, который удаляет объект из коллекции по его индексу. Давайте добавим сюда наш объект i. А дальше, смотрите, выведем его в debug print через коллекцию. То есть collection item index1 name. Так как объект у нас типа iEmployer, и employer имеет несколько членов. Это два свойства и метод showMessage. Одно из свойств я указал здесь, то есть name, вывести name. По умолчанию он нам возвращает имя Kate. Мы также можем поменять это имя, просто навсего обратившись к коллекции. Name, например. Получим, соответственно, другое имя. В коллекции может быть больше одного объекта. Вот смотрите. Допустим, мы добавили с вами объект. Пускай будет name Kate. Дальше мы говорим, допустим, name Anna. И также добавим его сюда. Что у нас получится? По идее у нас должно быть второй объект с именем Anna. Казалось бы, что все верно. Объект у нас с именем Anna. Но проблема в том, что и первый объект внутри коллекции тоже с именем Anna. Почему? Дело в том, что мы с вами создали лишь один объект. И два раза добавили его в коллекцию. В коллекции действительно сейчас находятся ссылки на два объекта. Ну или два объекта в коллекции. Если мы с вами выведем, например, число count, то есть метод count, мы увидим, что к нам возвращается два. Соответственно, в коллекции сейчас два объекта. Как же избежать того факта, что объект один, а нам нужно добавлять всегда уникальные объекты? Мы можем сделать следующее. Здесь должны указать, перед тем, как добавить в коллекцию какой-нибудь объект, мы должны проинициализировать его заново. То есть написать и new your employer. Далее задать ему какое-то имя. Пускай будет Вика. Далее еще раз проинициализируем его. Назовем Anna. Теперь давайте запустим на исполнение. Мы получаем значение 2. То есть в коллекции сейчас два объекта. Однако давайте проверим, являются ли они разными. Сначала выведем 1, потом... Так. Вообще можно их выводить, насколько я знаю, через запятую. Так. Забыли указать свойства. Name. Мы получили Вика и Анна. Все правильно. Сейчас внутри коллекции два уникальных объекта, которые здесь как раз-таки инициализируются. Так как мы инициализируем их перед тем, как добавить в коллекцию, мы можем убрать отсюда ключевое слово new, то есть инициализацию. Таким образом мы просто определяем сначала тип нашей переменной, а потом уже инициализируем объекты. Чтобы работать с объектами, чаще всего используют специальный итератор. Либо итератор forEach, либо итератор for. Давайте сделаем обычный цикл for. Напишем toCollectionCount. Для начала его используем. Next. Debug. Print. Напишем здесь Collection. Кстати говоря, айтем можно не писать. По умолчанию у нас сама коллекция принимает также индекс. Name. Закомментируем. Попробуем запустить. Удалим сначала отсюда, из immediate, значение. Мы получили то же самое. Давайте воспользуемся теперь итератором, то есть циклом forEach. For. ForEach. Укажем здесь i. В данном случае i это переменные. Давайте сделаем так. Employer. Чтоб не путаться. Column. Next. Ну, пускай будет, хотя можно не писать Employer. Imp. В конце. Next. Дальше. Debug. Print. Employer. Обратите внимание, что когда я нажимаю точечку, у меня ничего не появляется. Мне приходится догадываться, что здесь внутри коллекции находится именно объект типа uEmployer. Давайте теперь запустим цикл forEach. Посмотрим, как отработает он. Да, он опять-таки возвращает нам правильные объекты. То есть цикл forEach работает следующим образом. Он перечисляет коллекцию и кладет сюда один объект. Каждый раз переключаясь на следующий объект. При каждой итерации. Если мы хотим с вами использовать, например, здесь, чтобы у нас была подсказка какая-нибудь, чтобы мы знали, что вообще за переменную мы используем. Можно сделать следующее. Можно здесь ее определить. То есть назначим тип. И каждый раз, когда мы будем ставить точечку, мы будем получать соответствующие свойства и методы внутри объекта. Так. Давайте поставим name. Все работает верно. Если мы хотим с вами удалить объект из коллекции, можно воспользоваться remove. Указать здесь, например, значение 1. То есть мы с вами сейчас удалим в данном случае Вика, объект с именем Вика. И выведем еще раз. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, собственно, вот. Мы сначала нарисовали два имени, а потом удалили один объект и указали, нарисовали второй объект. То есть имя второго объекта. То есть в коллекции у нас сейчас один объект. Если мы с вами перейдем в класс HRManager8, здесь я создаю несколько объектов типа UEmployer и возвращаю их в виде коллекции. Например, если я обращусь к свойству Application, выберу свойство Sheets и поставлю Count, то я получу значение 3. То есть в данной книге у меня по умолчанию 3 листа. То есть в коллекции у меня сейчас 3 листа. Я их также могу перебрать через итератор for each. Например, сделаем следующее. Напишем здесь Sheets in Application. Так, Application. Sheets. Напишем Next. Sheets. А здесь Debug. Debug. Мы прочитаем тип наших переменных. Обратите внимание. Сюда возвращается тип объекта типа Worksheet. Соответственно, мы можем сделать следующее. Dim Sheets as Work. Так, Worksheet. Все. И теперь мы можем уже, как хотим, работать с этим объектом. Можем обращаться к его Cells. Давайте попробуем вывести что-нибудь типа Name. Так. Ну, List1, List2, List3 мы получили с вами, да? То есть вот, собственно говоря. Спасибо, до свидания.